Привет! Итак, продолжаю рассказывать о том, как участвовал в шахтном марафоне в воскресенье 31 марта 2024 года в Екатеринбурге в Сдюшкор Интеллект, бывший Сдюшкор 17 Олимпийского резерва школы, в помещении бывшего дворца шахта. В четвертом туре моим противником был молодой шахматист Андрей Ахтариев. Андрей был, ну, относительно недавно, по моим меркам, а по его, наверное, уже очень давно. Был чемпионом Уральского федерального округа до 20, то есть в старшем возрасте. Шахматист достаточно грамотный, меня как-то обыгрывал Плиц в Екатеринбурге на одном из этапов гран-при Екатеринбурга. Вот. И вышел он со мной в систему Боголюбова. Не зря у меня были тренинги по каталону, то есть в G3 мы проверяли, слон B4 шах тоже. И на слон D2 ферзь Е7. Вообще, такой небольшой исторический экскурс. В Екатеринбурге защита Боголюбова до появления Наума Николаевича Рожковского вообще не популярной была. То есть в первую очередь это заслуга именно Рожковского и его друга Фрадкина, что сейчас в этом городе очень многие шахматисты любят так начинать партию черными. Чаще всего в Боголюбове конь на F3 стоит у белых, а наличие, точнее сказать, отсутствие коня на F3, наличие пешки на G3 позволяет белым вместо хода конь F3 сыграть слон G2, держа контроль над пунктом Е4. И после конь за 6 Е3 эта схема достаточно неприятна для черных. Такой каталон возникает, если сыграть Д5. Но ход Е3 полезный. Размен чернопольных слонов однозначно в пользу белых. Поэтому последовала рокировка. И когда-то, в далеком-далеком, в 96-м году, я черными получил вот эту позицию. Сыграл Е5. После Д5 разменялся на Д2. Сыграл конь Б8. Мне напихали Д6. И в этом Эншпиле я сумел устоять. Хотя, конечно, позиция выглядит очень перспективно именно для белых. Вот. Андрей сделал рокировку. Я... Так, давайте-ка я еще эту... Запущу вам слайды. То есть, фотки с турнира, да. Итак, я... Андрей сделал рокировку и после конь Е2 сыграл Е5. Эта позиция уже достаточно неприятная для черных. Д5. Проще было, конечно, тоже сначала рокировать. Но я решил, что раз он не меняет чернопольных слонов, так и я его сохраню. Слон на Д2 при случае готов выйти на С3. Или на Ж5. Видно будет куда. Пока что аккуратный ход Х3. И показываю противнику, что готов его взрывать на части на королевском фланге. Ход конь БД7 является очень серьезной ошибкой. Ключевая проблема у черных здесь с конем Ф6. Вы чуть позднее в этом убедитесь. Конечно, надо было аккуратненько вести коня на А4. Где-то, может быть, и в 5 проводить. Или... То есть, конь А6, конь ДЦ5 как-то играть. Или даже конь Б6. Такой странный ход делать. Но на Ф6 коню делать совершенно нечего. После конь БД7 белые это сумели подчеркнуть. Значит, ход А4 совсем неудачный, мне кажется. Теперь эта пешка подвисает. Тракировка. Все время надо считаться с ходом Ж6. Было агрессивное продолжение Х5. Но, мне кажется, там у черных просто нет пешки. Вот Ж6 выглядит чуть ли не обязательным ходом в такой позиции. Потому что ключевой момент здесь это слабость поля Ф5. В партии было ладья Б8. Ладья Д1. Такой еще один плотный ход. Напал на пешку А4. И здесь можно было сыграть Е4. Я, конечно, отправил пешку Ф вперед. То есть, Ж5, ТФ5, матовые атаки. Обязательным являлось теперь А6. Но долгое время сидеть без активной игры молодежи непросто. После А6 в черных очевидно, что похуже. Даже если белые тупо Ф5 задвинут. И Андрей сыграл Б5. На мой взгляд, это чуть ли не решающая ошибка. Ж5. Загнали коня на Е8. Посмотрите на бедную лошадку. У нее нет ни одного хода. И до конца партии так и не появится. Конь бьет Б5. Разменялись. Ну, без пешки сидеть противно. Хотя движок сообщает, что надо было играть Ф5. Или Ж6. Андрей взял на Б5. Конечно, надо было стартовать с хода кони в 5. Потому что на ЦБ все еще можно было пойти в Ж6. И конь готов выскочить. И песка Б5 будет отнята. А после ладья бьет Б5. Конь в 5. Позиция черных совершенно безнадежна. На Ж6 будет конь А6 шаг. И белые просто вскроют линию Ф, ФЕ, ЛА, Е, Ф2 и заматуют. Там, если надо, еще Ферзь С3 усилят. О. Поэтому последовало Ф6. Ну, и здесь форсированный выигрыш. Взяли. Брать ДЕ нельзя. Хотя бы из-за Д6. С угрозой Ферзь С4 шаг. С угрозой С7. Ну, в общем, с угрозой СЛОН С6. То есть, масса угроз. А после ФЕ. Движок настаивает на том, что конь h6 ладья бьет f8 и ферзь бьет h7 Это первая линия Но извините, у меня ладья на d2 прозябает Я, конечно, ее поставил на f2 И единственная защита от коня h6 шаг это конь d7 Ну и я просто съел на a4 И маленькая комбинация, кому интересно, поставьте на паузу Первая линия Конь e7 шаг Ферзь e7 И взяли на d7 Все, черные теряют ферзя Он не может никуда отступить Андрей дал поставить мат За что ему большое спасибо Так, и наконец-то вот в пятом туре у нас была важнейшая стыковуха Я играл черными с Игорем Ильичем Лысым Было принято решение выйти в принятый гамбит Так вот, принято, принятый Сплошная автология, очень сложно про шахматы рассказывать И на коне f3 я сыграл a6 Отличная линия, дающая черным равную игру А4, слон b7, b3 Игорь играет максимально Жестко То есть черные должны Играть, ну, ходить e6 или конь f6 И после, неважно, порядок ходов не имеет значения Слон бьется 4 И здесь я, наверное, чуть-чуть подошибся Надо было конь d7 пока пойти Конь f6 небольшая неточность Но разницы особой нет Конь d7 Ферзь b3 Тут я помню, что Самое правильное это ладья b8 Хотя объективно в этой позиции Можно было просто пойти слон d5 Потом c5 Впрочем, нет Здесь мне позиция не нравится Белые ткнут e4 в какой-то момент И будут с пространством стоять получше Движку уже эта позиция не нравится То есть мне надо будет пересмотреть свои записи Спасибо Игорю Ильичу за то, что показал Как белые тут ставят проблемки Объективно сильнейшим здесь за черных было конь d5 Жертвуем пешку Ну, получаем двух слонов То есть хотим поставить коня на b4 Белые должны брать Но сейчас, если они съедят на a6 То что у нас будет Слон b7 Игорит у черных Просто лучше на отступлении ферзя Ферзь c8 И сейчас Слон a6 Если надо c5 Лишняя пешка белых совершенно не чувствуется У меня написано, что это равенство Ну что А если пешку на a6 не брать А сделать рокировку Так черные ее тогда могут вообще не отдавать Могут слон b7 пойти Могут a5 То есть С хорошими шансами Сейчас слона на b4 воткнем Отстояться Вот Я решил сыграть принципиально Я пошел c5 Плюнул на эту пешку В моей практике уже есть Кстати, в базу партия попала Есть против Вот Есть партия С По-моему Евгением Левиным Гроссмейстером Из Санкт-Петербурга По-моему Сыгранная на одном из мемориалов Курносова Где я тоже отдал пешку a6 И уверенно отбился Слон b7 Владья b7 Ну, понятно, что черные могли Взять d, e Но Вы должны понимать Что вот эту позицию Я оценивал однозначно У черных безнадежно Два слона у белых И Мощнейшая отдаленная Проходная a Поэтому Владья бьет b7 Лучше играть без пешки Чем тот отстой Так Слон c5 Развитие надо завершать И такой вот волжский гербит Ферзь a8 И идем Отнимать пешку Владья a7 Неточность Конечно, надо было пойти Владья b8 Определенная компенсация Есть за пешку Владья a7 Конь c4 Да Ну, вот здесь я Был, как ни странно Полон оптимизма Я придумал такой вот ход Ферзь d5 Как в узком гербите Без перки В иншпилек И Игорь здесь Ну, тоже Как и у меня возраст Предпочитает Перейти в безрисковый Иншпилек С лишней пешкой Объективно Сильнейшая Ферзь e2 Иншпиль от белок Никуда не уйдет При ферзях Эта пешка Не меньшая угроза Вот После ферзь бьет d5 Ед Движок уже оценивает Что позиция черных Вполне защитима Но понятное дело Движок бьет Коль бьет Ф6 Мне это не понравилось Потому что Мерещились Совершенно Различные Атакующие Возможности Белых В частности Коль g5 Ладья fb1 И скажем Вот эту позицию Мне казалось Что можно При случае Не защитить Ладья b8 Слон f8 И g4 То есть Одна из угроз Конь d7 Другая угроза Конь c6 И конь e7 То есть Обязательный ответ Ладья a7 Чтобы прикрыть Оба этих поля Ну как то То что черные Потеряют пешку Очевидно А вот Смогут ли они Дальше защититься Непонятно Как бы слон f8 Еще не попался Поэтому я взял dc dc При случае Дает шансы На Получение Отличной Игры За счет пешки c3 И здесь Ладья b3 Не точность Конечно Надо было Сразу блокадного Слона выбить И вроде как Это ничья Вообще Ладья b3 Слон d4 Вроде То же самое Но какие то Тонкости Видит движок Черные Остались Без пешки Хотя Вот это Позиция По мнению Компа Она На удивление Ничейная Вот Ж6 Ж3 Мои извинения Мне звонят Сейчас С этого С автограда У меня машинка Ну там На обслуживании Алло Все спасибо Так Мои извинения Да Но я не буду Переписывать ролик Из-за такой Небольшой вставки Я прошу простить Просто вас Вот И на удивление Вот эта позиция Она ничейная То есть Ясно Что если смахнуть Все ладьи У черных Проигран Черных спасает Именно мощная Ладья На 2 Вот Ладья Д1 Король Ж7 Ну точнее Было Аж 5 Тут у белых Был ход Ж4 Ну а вот Эта позиция К сожалению Для белых Они не способны Надавить Ни на f7 Ни сдвоится По линии f А после Конь d8 Ладья c7 Уже От белых Требуется Определенная Аккуратность Конь d8 Никуда не выходит Он пойман И черные Вообще Без проблем Завершили партию Ничьей Ладья c2 Ладья f4 Ладья c7 То есть Такое Логичное Троекратное Повторение Позиции Вот Да Очень важное Правило Было На этом турнире До 40 Хода Запрет На предложение Ничьи Но там Были ничьи До 40 Хода Их было мало И были они там Где Ежу Понятно Что это ничья Так На мой взгляд Отличное Нововведение И Значит В шестом туре Я опять Играл белыми Против молодого Шахматиста Павла Казачкова Когда-то В далеком детстве Я проиграл Белыми Его папе В варианте Дракона В соцеляночке В острой И Павел Тоже Очень острый Шахматист Очень любит Атаковать И мне кажется Что Вот у него Перспективы Из молодых Шахматистов Ну как бы Стать Очень сильным Есть Тактику Видит Отлично Чуть-чуть Надо подтянуть Позиционное понимание Значит Ед Если И сильный Или даже Тупой Белопольный Слон Имеет Несколько Прекрасных Диагоналей Не На это я не пошел Я сделал Рокировку БЦ Перст Д2 Напал на пешку Конь Д3 Ну то есть Движок пишет Что это равная позиция Так оно и есть Взял на Ж7 Взял на Д3 И нашел я Здесь Очень сильный Ход На мой взгляд Б4 Первая линия Отлично То есть Я был Не в самой Плохой форме После ЦБ У белых Уже Получше Но тут Я поторопился Взять на Д3 Конечно Это уже После того Как я взял На Д3 Я понял Что надо было Все таки Попытаться Завести Коня На С6 И Подкрепить Его При случае Пушкой Пешка Д3 Вроде Она Не уйдет Ну ладно Я съел На Д3 И после Ладья Бьет Б4 Позиция Уравнялась То есть Я повел Коня За пешкой А7 Ферзь Д5 Мне удалось Уравнять И даже Где-то Обмануть Неаккуратный Код Д5 Первый Неаккуратный И на Конь Б5 Надо было Играть Как-то Слон С2 В общем Держать контроль Над пунктом Д4 Вот А Павел Сыграл Слон Е4 Но все еще Равенство Можно взять На Д6 Но Отступление На Ж5 Уже Позволило Белым Захватить Инициативу С конем На Д4 Белое Вообще Ничем Не рискует Всегда Пограживает Ладья А7 Неаккуратный Ход Ладья А8 С идеей На ладья А7 Ответить Ладья С1 И замотовать Белого Короля Приводит К тому Что после Ферзь Е7 А там Даже Ладья Бьет Д4 Еще сильнее После Ферзь Е7 Угроза Коне Е6 Неотразима Черным Пришлось Отдать Качество Ладья Е8 Ну Я немножко Покрутился Ферзем Поставил Его на Шикарное Поле С3 Менять Ферзей Черные Не хотят Поэтому Король А7 Ну И после Ладья А7 Конь Д6 Белое Форсировано Выигрывает Ну Корбинация Простенькая Можете Нажать На паузу Найти А потом Убедиться Что вы правильно Нашли Конь Бьет Е4 Если Черные Бьют Пешкой То последует Ладья Бьет Д6 И Ладья Бьет Ф7 И Ферзь Ф7 Мат А после Конь Бьет Е4 Естественно Белое Взяли Ладья Бьет Е4 ДЕ Ладья Ф7 Ну и Мат На Ж7 Или на А8 Неизбежно Итак После Шести Туров С Пятью С Половиной Шести Я Вышел На Чистое Первое Место На Целое Очко От Меня Оставал Игорь Ильич И еще На Полочка Николай Жарков Про Заключительные Три Тура Вы Услышите В следующем Ролике Спасибо За Внимание Если Кто-то Забыл Подписаться На Канал Подпишитесь